Покормить лошадку, познакомиться с жеребятами и, конечно, научиться ухаживать за благородными животными. Здесь можно было даже самому ощутить себя конем. У нас был большой грантовый проект, назывался Орловская кавалерийская школа. И одной из групп обучающихся были орловские казаки. Ребята, которые год проходили обучение на территории нашей конюшни. Обучение верховой езде, рубки шашкой, были мастер-классы и так далее. Сейчас мы хотели подвести итог. Мы собрали наших ребят, которые проводят мастер-классы, сейчас уже для людей, теперь самостоятельно. И собрали приглашенных гостей, которые показали, как выглядит идеальная картинка настоящего казака. Раньше настоящих воинов воспитывали с трех лет. Струйка воды, которую необходимо было разрубить, не допуская брызг, – первый шаг в обучении. А на фестивале удалые молодцы любой желающий мог оценить свои возможности в рубке шашкой бутылок. А вот и самая зрелищная часть представления – рубка шашкой верхом. И первое, что бросается в глаза, так это дресс-код участников. А они, судя по костюмам, придерживаются традиций своего казачьего войска. Это – воспитанники конно-трюкового театра «Степные лебеди». А это – чемпионка мира по спортивной джигитовке 2021 года среди женщин. Такого мастерства она достигла за 8 лет упорных тренировок. Техника. Элементы сначала отрабатываются на деревянных конях, мы их называем тренажеры. Вот, потом все это переносится плавно на живую лошадь. Это шаг, крысь и потом уже голуб. Такие трюки джигиты выполняют в основном на скакунах старинной русской породы – донской. Есть у «Степных лебедей» и орловские рысаки, и чистокровные английские лошади. Зрителей поразило как мастерство наездников, так и хорошая подготовка коней. Очень много эмоций, мастерство, в общем-то, поражает. И то, что дети занимаются, и то, что это с животными, и то, что… ну, это очень здорово. Мы очень удивлены, и нам понравилось все. Может быть, есть лошадка какая больше всего понравилась? Нам все понравились, и мне тоже все понравились. Очень эмоционально, очень здорово. Все волнительно, такие сложные элементы выполняют ребята, прям трош берет. Прыжки на мощность – заключительная часть представления конного клуба. В состязании боролись три пары – всадник-лошадь. После каждого прыжка поднималась высота. Попытка – одна, а любая ошибка – закидка лошади для падения перекладины – удаление соревнований. Однако все орловские воспитанники показали себя достойно, чем и поразили гостей праздника. Стефания Басарева, Илья Афоничкин, телеканал «Первый областной».